Новогодняя ночь 1999 года была особенной. Несмотря на многократные научные разъяснения того факта, что новый 21 век наступит 1 января 2001 года, все ждали чуда. Все-таки наступление года с тремя нулями бывает один раз в тысячу лет. Так что ждали даже не нового года и не нового века, а сразу нового тысячелетия, пусть и не совсем строго научного. Компьютерщики ломали голову над проблемой 2000, о которой ходили слухи, что нулевая дата может вызвать повсеместный электронный коллапс, способный привести чуть ли не к самопроизвольному запуску ракет с ядерными боеголовками. Производители шампанского рисовали новый дизайн этикеток с магическими цифрами 2000, а продавцы алкоголя рисовали для этого шампанского новые ценники. В общем, была обычная предновогодняя суета, никто и представить не мог, что за пять минут до наступления нового года матерый советский аппаратчик Борис Ельцин заложит под 21 век такую дурно пахнущую мину, что вонь от нее перебьет даже мерзкий аромат гниения разлагающегося трупа СССР. Телевизор в 1999 году еще не стал тем ушатом пропагандистских помоев, в которые он превратился сегодня, поэтому собравшиеся за новогодним столом люди могли смотреть его без отвращения и даже с некоторым интересом. В бокалах уже пенилось шампанское и народ с нетерпением ждал завершения дежурных поздравлений от президента, чтобы с энтузиазмом навалиться на салат Оливье, когда ящик ельцинским голосом прохрипел. «Я ухожу в отставку». В этом месте хозяин Кремля взял театральную паузу, что сразу с головой выдало долгие репетиции и многократно правленный текст. Операция «Приемник» вступила в публичную фазу. Сегодня, спустя 20 лет, об этом моменте написаны горы статей. В одной из них совсем недавних, датированных ноябрем 2019-го, некто Валентин Юмашев рассказывает, как добрый и честный дедушка Боря, имевший в наследниках двух дочерей, искал себе доброго и честного сына, который продолжил бы начатое дедушкой дело. Бизнес непыльный, преемнику предстояло работать императором, таскать за бороды бояр, делать умное лицо и не мешать семье пилить бюджет. Впрочем, последнее Юмашев, разумеется, категорически отрицает, что в его статусе мужа ельцинской дочки Татьяны неудивительно. По словам Юмашева, Ельцин ни о каких гарантиях безопасности для себя не думал и никого их обеспечивать не просил. Ну а то, что первый указ Путина был именно о таких гарантиях, это просто так вышло по чистой случайности. Разумеется, этим юмашевским россказням цена в базарный день – копейка. В 1999 году рейтинг Ельцина составлял 4%. В активе у престарелого номенклатурщика были расстрел парламента в октябре 1993, Первая Чеченская война 1994-1996 годов, дефолт 1998 года и множество других, больших и малых подвигов, наградить деда, за который мечтали не только его противники, но и те, кто изначально купился на ельцинские обещания и выдвинул его во власть. Напомним, в 1989 году карьера Ельцина висела на волоске, когда делегаты Первого съезда народных депутатов СССР выбирали из своих рядов постоянно действующий президиум. Ельцин был кандидатом в этот орган, но его забанили на голосовании. Прямая трансляция, которую тогда вело центральное телевидение, показывала в этот момент лицо Ельцина крупным планом. Он сидел мрачнее тучи, набыченный и совершенно откровенно злой. Власть, к которой он так стремился всеми фибрами души, на глазах ускользала из рук. Но вдруг, внезапно, в переполненном зале, со своего места поднялся человек, представившийся депутатом Алексеем Казанником, и попросил слова. Казанник сообщил съезду, что он избран в президиум, но принял решение уступить свое место Борису Ельцину. Так состоялась первая рокировочка, повлиявшая на весь дальнейший ход событий и ставшая отправной точкой всех последующих московских рокировок. Попав в президиум, Ельцин быстро стал его председателем, после чего продолжил аппаратную войну против Горбачева и уничтожил последнего в Беловежской пуще, где попытался перетянуть старое советское одеяло на себя путем переформатирования СССР в СНГ. Однако проект, что называется, не пошел. И царь Борис стал стремительно терять популярность, подойдя к рубежу 2000 года, как мы уже говорили, с 4% поддержки. И в ночь с 31 декабря 1999 на 1 января 2000 года уступил место Путину. Что же следует из вышесказанного? Первое. Все основные черты нынешней квазимонархии в Путистане сформировались еще при Ельцине. Условия же для такого формирования сложились намного, намного раньше и даже задолго до коммунистов. Второе. Московский трон принципиально не реформируем. Главную роль на Кремлевском престоле всегда играли интриги, перевороты, мошенничества и подставы. Смена власти в Москве может произойти только таким путем. Любые демократические процедуры исключены. Третье. Главную опасность представляет собой имперско-ордынская парадигма, в которой существует Москва. От колебаний уровня данной парадигмы зависит колебание уровня, исходящей от Москвы, опасности. И пример 31 декабря 1999 года служит ярким тому подтверждением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова